здравствуйте с вами шима и вы смотрите урок на тему набросков в этом уроке будет как теоретическая часть для чего нужны наброски какие бывают стильно набросков также будет конечно и практическая часть где буду рисовать объясняя важные моменты для чего нужны наброски частое рисование набросков самый быстрый эффективный способ научиться видеть пропорции рисуемого второе позволит вам максимально быстро расслабить кисть и обладать живой линией третье научит вести работу целиком и в правильной последовательности четвертое также рисование набросков отличный тренинг познание компоновки рисунка или нескольких рисунков лист и последний пятый пункт наброски это лучший способ сбора материала для большой длительной работы очень часто задаваемый вопрос сколько набросков нужно рисовать для эффективности стоит рисовать не менее 30 набросков каждую неделю вне зависимости от того что вы рисуете кроме них также я советую рисовать хотя бы 10 набросков подряд если рисовать 1 2 толку будет мало так как обычно только к пятому наброску вы начинаете разрисовываться и вы сами увидите прогресс между первым и последним наброском пожалуй не менее важный вопрос какой длительности должны быть наброски длительность набросков должна быть не более пяти минут для простых предметов и максимум 15 минут для наброска человека или сложных предметов это не значит что людей мы рисуем только по 15 минут людей также мы рисуем и по 5 минут и по 2 минуты но 15 минут это наш максимум для всего чтобы мы не хотели набросать я советую ставить таймер, особенно поначалу, чтобы вы не зависали на каком-то наброске очень долго, потому что, когда вы рисуете, вы, конечно, будете что-то не успевать, будете нервничать, в итоге вы будете рисовать вместо 15 минут полчаса, как обычно делают начинающие. Поэтому ставьте таймер, если вы ничего не успели, ничего страшного. Берете следующий набросок, начинайте рисовать его. Это очень важно, потому что если вы будете оставаться на одном наброске очень долго, то вы будете гораздо медленнее работать. Мои ученики часто меня спрашивают, где рисовать наброски. Лично я считаю, что лучший способ рисовать наброски в общественном транспорте, либо в общественных местах. Тогда в вашем минимальном времени, если речь идет о транспорте, то будет одна остановка. Вы не можете знать, сколько пассажир, выбранный вами, будет ехать. Одну остановку он будет ехать, либо пять остановок. Поэтому вы должны успеть набросать хоть что-то за одну остановку. Весь набросок надо вести, соответственно, одновременно, чтобы вы могли скользить по всей фигуре. Если он будет ехать дольше, то рисуйте дольше. Но опять-таки не дольше, 15 минут. Очень полезным будет и посещение специальных классов по наброскам в художественных студиях, школах, институтах. Обычно за небольшую плату туда может пройти любой желающий. Там вам будет позировать модель также по фиксированному времени. Каждая поза может быть от двух минут. Кое-где даже одну минуту ставят в разных студиях по-разному. Но я считаю, что меньше двух минут вообще нет смысла рисовать. И время одной позы может достигать 20 минут. Если вы в классе, например, по обнаженке, по портретам, неважно, то, конечно, вы можете продолжать рисовать и 22 минут, но тогда это уже будет набросок, переходящий в зарисовку. Вы должны какие-то детали уже начинать прорисовывать. Время всегда в таких классах оговаривается заранее. То есть вам озвучат, что сейчас будут наброски по столько-то, потом будут по столько-то. Бывает, что начинают с быстрых, потом заканчивают более длительными. Это очень полезно и быстрее вы разрисовываетесь таким образом. Вы на быстрых сначала ничего не успеваете, но потом, когда у вас есть 15 минут постановка, вам кажется, о, как много времени, и вы очень много чего успеете за эти 15 минут. Это лучше, чем если сразу начинать с 15 минут. В этих классах не стесняйтесь смотреть на наброски окружающих вас рисовальщиков, если они лучше, чем вы. Вы не должны учиться в одиночку, и у другого художника вы можете увидеть удачный способ рисования, или наоборот грубую ошибку, и в будущем сами ее избежать. Как можно чаще смотрите работы хороших художников. Если вы нашли такового на классах по наброскам, то садитесь с ним рядом и посмотрите, как он ведет линию, как ведет набросок, показывает форму при помощи линии. В общем, все хорошее, что вам понравилось его рисование. Обратите внимание на то, как он будет это делать. Да, вам будет неловко, скорее всего, неудобно, что вы подглядываете, и это, скорее всего, человек заметит. Но вопрос, насколько вам должно быть это важно. Потом, возможно, вы больше никогда не увидите этого человека, а знания у вас останутся. На чем рисовать наброски? Лично я всегда предпочитаю рисовать наброски на обычной бумаге для ксерокса. На ней очень хорошо скользит карандаш и передается контрастность мягких карандашей жесткими. То есть, я могу нарисовать карандашом H, и он у меня останется как H. То есть, я могу использовать 3H, он будет такой у меня совсем еле видный, при этом четкий. Но в то же время я могу использовать 10B, 8B, и они будут очень жирные, хорошо скользить и при этом не сильно мазаться. Так вот, наброски, выполненные на этой бумаге, практически не размазываются, в отличие от бумаги для скетчбуков. Я очень много скетчбуков пробовала, часто говорю и на канале своем, на YouTube, и в Instagram, и во всех своих соцсетях, и ученикам то же самое говорю. Перепробовала я очень много скетчбуков, десятки, если не сотню. Везде всегда бумага, она чуть более шершавая, и она хуже передает объективно пигмент. То есть, на них карандашом H я рисую, как будто это B, если не 2B. Зависит от бумаги, конечно. Потом в скетчбуках очень неудобный залом страниц. Если мы говорим о скетчбуке в виде книжки, это очень мешает рисованию. Потому что вы все время должны думать об этом заломе. У вас он попадается под руку. В общем, это крайне неудобно. Если говорить о бумаге для ксерокса. Да, она тонкая. Конечно, на такой бумаге будут разводы, если выполнять наброски любой водной техникой. Но и на любом плотной бумаге, на скетчбуке, например, также у вас будут разводы. Бумага не будет коробиться, только если это очень плотная бумага, больше 300. По идее, наброски могут рисоваться на любом клочке бумаги, который у вас под рукой. Хоть на газете, потому что бывает ситуация, что у вас просто нет под рукой никаких материалов. А нужный вам сюжет перед вами. В такой ситуации художники рисуют на клочках газет и на жирной оберточной бумаге от продуктов. Кроме того, что вам будет мешать залом страниц вместе с клейки, также его неудобно держать в руке. Если рисовать на разворот страниц, то есть на две соседние страницы какой-то, один рисунок, либо два наброска, то рисунки будут затирать и пачкать друг друга. В конце концов, у вас будет все размазано. Особенно, если вы работаете мягкими материалами. Если же вы рисуете свой набросок маркером, то с другой стороны будет просвечиваться и протекать этот маркер через страницу. Это будет очень тоже некрасиво выглядеть и отвлекать вас от наброска, который вы будете делать на следующей странице. Не могу не отметить и плюс скетчбуков. Он заключается в компактном размере, в том, что он почти всегда под рукой. Да, в нем неудобно рисовать, особенно малоформатном, но зато вероятность того, что он будет с вами, намного больше. И вы всегда знаете, что в любой момент вам будет на чем рисовать. Переходим к теме, с чего начать делать наброски. Не нужно относиться к своим наброскам, как к будущему произведению искусства. Наброски – это рабочий момент. Они служат материалом для будущих работ или тренировкой. Чем проще вы к ним будете относиться, тем легче они вам будут даваться. Пример быстрого наброска и следующего рисунка вы можете сейчас видеть на своих экранах. Стоит заметить, что сделать хороший набросок сложнее, чем нарисовать подробную детализированную работу. И чем выше уровень художника, тем больше видно его мастерство именно в набросках. Так как их всегда рисуют с натуры и за малый промежуток времени. За которые нужно не только уловить суть срисуемого, но и успеть хорошо закомпоновать и передать пропорции. А детальную работу можно рисовать сколько угодно. И имея запас терпения и времени, практически любой рано или поздно сможет перерисовать все детали, как, впрочем, и срисовать что-то с фотографией. Еще раз акцентирую внимание. Все всегда рисуйте только с натуры. Вообще никогда не используйте фотографию. Фотографию можно использовать как сбор материала в редких случаях. Например, вы хотите нарисовать какому-то произведению иллюстрации. Вам тогда нужно найти костюмы эпохи, в которую происходит действие в этом произведении. Тогда, конечно, вы используете книги, вы используете изображения, какие-то фотографии, если они есть. Рисуете как объекты, так и детализацию костюмов. Также вы перерисовываете место действия. Да, конечно, в этом случае вы используете фотографии. Но если вы рисуете фигуры людей, объекты или просто в жизни вам нужно делать наброски не как сбор материалов, то, конечно, вы все рисуете с натуры. Первую неделю я советую начать с самых простых и контрастных предметов. Просто рисуйте все, что видите перед собой. Например, кружка, стул, телевизор, торшер, игрушка, штатив, сумка, обувь. В общем, все, что угодно, все, что перед вашими глазами. Наброски вы можете делать также на рабочем месте, в каких-то перерывах. Если вы учитесь в школе, вы можете их делать на переменках. Время для наброска всегда можно найти, учитывая, что он делается от 2 минут до 15 минут. Пусть ваши наброски будут маленького размера, в сантиметров по 5-7 и компонуйте их сразу несколько в лист. Конечно, если речь идет о маленьких каких-то предметах интерьера, о маленьких объектах, если вы хотите нарисовать фигуру, то лучше ее компоновать сразу в лист. Если ваша цель научиться рисовать портреты или фигуру человека, то не стоит задерживаться на набросках простых предметов. Лучше сразу разнообразить их набросками людей. Чем больше тем для набросков у вас будет, тем быстрее вы научитесь видеть пропорции и тем интереснее вам будет их рисовать. Например, в деревне или на даче вы можете нарисовать часть интерьера, как на рисунке, который видите сейчас. Или выйти на улицу и нарисовать деревенский пейзаж. На рисунке, который сейчас у вас на экране, хорошо видно, что грузовик выходит на передний план, так как нарисован более контрастным тоном карандаша и с большим нажатием. Дом же уходит на задний план за счет растворяющихся линий. Этот эффект получается за счет правила контраста. Что это значит? Все, что у вас контрастный, оно выходит на передний план. Все, что у вас более прозрачное, и линия, где тоньше. Чем тоньше линия, тем дальше она кажется. Какой формат я советую для набросков для начала? Я советую разрезать бумагу для ксерокса А4 пополам, чтобы у вас получились листы А5. Это самый комфортный размер для начинающих. Вы на нем можете как целиком компоновывать фигуру, так же вы можете рисовать несколько на одном листе мелких предметов или мелких объектов. Чем рисовать наброски? Наброски можно рисовать любым материалом. От шариковой ручки до древесного угля. Но для наиболее комфортного и быстрого рисования я бы советовала присмотреться к мягким материалам. Таким как мягкие графитные карандаши от 6Б до 10Б, угольный карандаш, сангинный карандаш, пастельные карандаши, акварель, тушь, профессиональные маркеры с наконечником, кистью. Они называются брашпены. Этими материалами будет проще всего провести живую линию. Разной толщины и в одно движение. И вам не придется рыться в пенале, чтобы найти карандаш другой мягкости или ручку с более толстым стержнем. Почему в этом списке нет обычных маркеров? Потому что обычными маркерами за счет движения и нажатия вы не можете менять толщину линии. А это очень важно в наброске. Потому что, как я сказала ранее, именно благодаря утолщению линии и ее контрастности, а если она толще, то она уже будет контрастней, вы получаете живой набросок. Начинающие рисовальщики могут сначала наметить большие массы рисуемого еле видными линиями твердого карандаша. Я обычно использую, как всегда, карандаш H. Вы знаете, если вы смотрели какие-то другие мои уроки, если вы смотрели уроки на YouTube, что я H использую везде и всегда. Для намечания портретов карандашом. В общем, если я рисую карандашом, я всегда вначале все намечаю карандашом H. Наброски я, конечно, уже сразу рисую мягким материалом, чтобы не тратить времени на какие наметки. Но если вы только начинаете, я советую и наброски начинать, сначала используя более твердый карандаш. Потом мягким вы как бы будете уточнять, наряжать и продавать контрастности и живости вашему наброску. У вас мелькают разные наброски на экране. В наброске вы можете сочетать разные материалы одновременно. Вы можете сочетать графит с маркерами, например. Маркер в данном случае ведется не линией, а просто заливает плоские пятна какие-то. Также, конечно, вы можете наметить как-то в общих чертах карандашом, потом кистью залить какие-то большие пятна. Уже все зависит от вас. Переходим к теме, для чего вообще нужны наброски, кроме того, что с ними участие сведет пропорции. Вот все, что я перечислила в начале. Переходим к одному из важнейших пунктов, для чего нужны наброски. То есть, чего они вообще начали появляться, это наброски как сбор материала. Как я уже говорила ранее, одной из главных функций набросков является сбор материала для последующих длительных работ. Например, я хочу написать работу или серию работ на тему уличных музыкантов. Для этого мне необходимо нарисовать много набросков музыкантов с разными инструментами, типами внешности, одежды, осанки, характера. Также мне необходимо нарисовать окружение. При рисовании я невольно буду запоминать и анализировать их особенности, и формировать свое видение будущей работы, либо будущих работ, в зависимости от того, сколько я их планирую сделать. Иногда недостаточно одного наброска с одного человека или объекта. В поисках нужного ракурса приходится рисовать один мотив с разных сторон и даже разными материалами. Как движется работа дальше? После сбора материала художник рисует множество эскизов с разными вариантами композиции и цветовыми решениями. Если вам интересно, что такое эскиз, для чего они нужны, как вести длительные большие холсты и к ним вообще прийти от наброска, то пишите мне на почту или в комментариях. Я тогда сниму отдельный вебинар на эту тему. Ну а теперь я хочу рассказать вам о стиле набросков. Я разделяю их на следующие стили. Набросок локальных пятен. Рисуя такой набросок, вы не изображаете светотень на объекте, а только контрастные пятна. Такие наброски могут быть выполнены одним цветом, как на рисунках, которые вы видите сейчас, или несколькими цветами. Проще и быстрее всего писать их тушью или акварелью, хотя подойдет любой жидкий материал. Конечно, возможно их рисовать и мягким карандашами. Тогда вы потратите намного больше времени, пока затушевываете нужное вам пятно. Следующий тип наброска. Линейный набросок. Этот тип набросков рисуется исключительно линиями. Местонахождение объектов в пространстве, их важность показывается за счет толщины и контрастности линии. Чем темнее и толще будет линия, тем ближе она будет казаться. И последний тип, который я выделяю и который на самом деле используется чаще всего и в большинстве своем все рисуют именно наброски этого типа. Часто он себе сочетает сразу несколько. Этот тип светотеневой набросок. На таком наброске в первую очередь вы показываете свет и тень. Чтобы зрителю было понятно, в какой среде находится объект, откуда и какой падает свет. Пожалуй, это самый часто рисуемый информативный тип наброска, так как в себе он может сочетать все три типа набросков одновременно. Например, он может писаться локальными пятнами света и тени, где темное пятно тень, а светлая свет. Но не по локальным пятнам одежды. Также светотеневой тип наброска может быть цветным. Немаловажна также и линия в светотеневом наброске. Она помогает не только визуально приблизить объект или его части, но и усилить объем. Переходим к практической части. В этой части я буду вам объяснять параллельно рисуя. Вы видите фотографию, с которой я рисую и то, что я рисую. Я выбрала рисовать на фотошопе, потому что только в этом случае вы можете видеть и натуру, и последовательность моих действий, и это никак не влияет на рисование. То есть на бумаге я рисую точно так же. Если вы начинаете, то советую вам взять карандаш H, ну более твердый карандаш, чтобы наметить какие-то общие линии. Например, у него очень хорошо видно, что куртка такая массивная. То есть я намечаю массу куртки, массу головы, намечая самые крупные массы, после чего уже их разделяю на какие-то детали. То есть уточняю, там капюшон, рукав. Рукава, частая ошибка, рисуют как у кукол резиновых, то есть шов прямо отрисовывают отдельно ручку, вставляющуюся в тело. Так делать не надо, больше следите за формой, следите за складкой. То есть вы затемняете именно в районах складки. Сейчас я намечаю жестким карандашом H, после чего я уже буду конкретизировать и больше детализировать более мягкими карандашами. Я сразу ориентируюсь, что этот набросок я буду рисовать более долгое время. То есть я хочу, чтобы хоть чуть-чуть было понятно, кого я рисовала. Конечно, не старайтесь добиться портретного сходства, как я говорила ранее. Но хотя бы впечатление от того, кого я рисую, я хотела передать. Вы видите, что уже уточняю я лицо. Если вы планируете рисовать более детальный набросок, сначала начинайте всегда уточнять с лица, потом у вас рисунок будет уменьшаться. То есть чем больше вы уточняете и конкретнее рисуете, тем больше уменьшается ваш рисунок. Соответственно, потом перерисовать голову будет сложнее, чем перерисовать тело. То есть тело мы делаем набросок гораздо быстрее, чем прорисованное лицо. А так в целом, конечно, пропорции не должны очень сильно меняться во время рисования. Вы могли заметить, что я сказала, если вы начинаете только рисовать наброски, то рисуйте их сначала жестким карандашом. Это значит, что если вы уже хороши в этом деле и чувствуете уверенность, лучше берите сразу мягкий. Я предпочитаю рисовать карандашами от 6B до 10B. То есть любым мягким материалом, углем. Очень советую рисовать углем, особенно начинающим. Для того, чтобы раскрепостить руку и для того, чтобы научиться лучше контролировать нажатие на карандаш. Вы будете стараться не нажимать, чтобы у вас не было черного. Так как угольный карандаш очень мягкий, у вас быстрее придет умение контролировать нажатие. Почему лучше сразу мягким карандашом работать? Потому что вам не нужно менять несколько карандашей во время работы. И не надо тратить на это время. Вы сразу можете одним нажатием сделать либо светлее, либо темнее. А когда вы работаете жестким карандашом, то для акцентов вам приходится менять карандаши. Но плюс жесткого карандаша для новичков особенно, что у вас не будет грязи на рисунке. То есть вы сразу не перетемните. Вы сразу можете чуть видными линиями это все делать. Прорабатываю данный набросок я по последнему типу, о котором мы говорили ранее в части о теории. То есть у меня будет тут освещение и намечены кое-как складки. Это фотография из метро. Вообще советую рисовать в метро как можно чаще. Ну в любом общественном транспорте. Но именно в метро хорошее освещение. Особенно для рисунков портретов, набросков портретов. И в принципе для одежды тоже. Это освещение позволяет вам увидеть хорошо скульптуру лица. То есть у вас видно глазные впадины, что в тенях, под носом тень. То есть вся голова очень хорошо освещена сверху. Такое освещение редко вы найдете в каких-то других условиях. Также одежда освещена и видно большие массы и объемы одежды, которые несложно потом наметить в наброске. Сейчас в практической части я прокомментирую несколько набросков. Я не буду комментировать их все. Но тем не менее я вставлю много набросков, чтобы вы могли посмотреть, как я их рисую, проанализировав всю теоретическую часть. Чтобы вы уже это видели на автомате, как я начинаю с легких линий, с общих масс и постепенно начинаю конкретизировать. И в конце уже наброски я свои начинаю проставлять акценты в них, какие-то падающие тени возможно добавлять, делать более жирные линии. Почему я делаю где-то жирнее линию, где-то тоньше? Если у нас освещение сверху, то конечно линия будет более тонкая сверху. Если мне надо показать тяжесть объекта, введу в тень линию, снизу будет жирнее линия. Вот сейчас на книжке вы можете видеть, что я вывела ее на передний план только за счет того, что четко контрастную жирную линию сделала по краю книги. Соответственно у меня сразу же эта книга вышла на передний план. На одном листе вы можете делать сразу несколько набросков. Не обязательно вам зависеть от того, что вот у вас одна страничка, вы на ней один набросок делаете. Здесь я сразу знала, что я буду делать несколько потом мелких, потому что это я рисовала на уроке. У меня было определенное время, я знаю сколько я за него успею нарисовать. Можно делать больше голову, одну другую меньше. Вот сейчас в самом углу вы видите я рисую маленькую голову, набросок человека сидящего, также в метро. Это будет быстрый очень набросок. Основные моменты, которые мне хочется в нем показать, это освещение. Мне очень нравится, как у нее сморщен лоб и переносится в тени. Самая частая ошибка нарисовичков, которые рисуют объемы, у них не получаются объемные лица. Глазницы даже, если они рисуют в тени, то всегда забывают про переносицу. Переносица это углубление. Если освещение у нас идет сверху, то там всегда будет тоже тень, так же и как в глазницах. Конечно, если глазницы на свету, что бывает крайне редко, то эта часть будет тоже на свету. В общем, следите за логикой построения света на форме. То есть, какие части у вас лица повернуты к свету, а какие наоборот от него отвернуты. Именно благодаря этому анализу у вас и получится рисовать объемные рисунки. Следующее, что меня привлекло в этом портрете, мне очень понравилась контрастность рубашки светлой и заворачивающегося черного контрастного воротника вокруг головы. И для того, чтобы показать более мягкую кожу, более такое мягкое освещение на лице, на голове, мне захотелось подчеркнуть этот контраст рубашки и воротника, и именно то, как он заворачивается. Кстати, очень красиво строятся складки на рукавах у этого мужчины, но у нас уже не было задачи это рисовать. Была задача нарисовать побольше голов. Вам не обязательно рисовать всю фигуру целиком. Вы можете выбрать, вы можете нарисовать любой кусок. Вы можете нарисовать один рукав. Вот если у вас проблема с рисованием складок на одежде, например, локти вы не можете рисовать, либо плечевую часть у вас не получается рисовать, то вы можете рисовать складка на плече, складка на изгибе локтя, складка под коленкой на джинсах, например. Одни обувь разную, там, нога в ботинке, нога в туфле, кисти рук. В общем, абсолютно любую деталь. Вы не обязаны рисовать все. Сейчас вы видите освещенную сверху голову молодого человека. Ее мне хочется сделать очень быстро набросок. Суть его будет именно в освещении. Очень советую рисовать такие наброски, которые будут занимать 2, максимум 5 минут, где вы именно скульптуру лица рисуете. Что я имею в виду? Большой свет, большую тень. Без большого света, без большой тени у вас никогда не получится объем. Вы тренируете, во-первых, видение пропорции, во-вторых, видение больших масс и объемов. У него явно в тени глазницы, потому что освещение снизу, соответственно, нижняя поверхность носа у него в тени. Верхняя губа под нижней губой. И, конечно же, нижняя часть лица тоже уходит в тень, потому что голову можем представить как яйцо. Соответственно, у нас будет освещение сверху, значит, к низу яйцо темнеет. Вернее, не к низу, а чем дальше оно от источника света, тем оно темнее и становится. От подбородка, конечно же, тоже будет идти тень. И что у новичка, что у меня. У любого, кто будет рисовать наброски, чем больше их рисуется, тем лучше получается. Вот у меня всегда на уроках первый набросок всегда идет сложнее всего и дольше всего, и по итогу урока он будет самый плохой. А чем дальше я их рисую, тем лучше у меня получается, тем быстрее я схватываю и похожесть, и основную светотень, и какие-то основополагающие моменты, которые делают набросок более живым. Поэтому не рисуйте по одному наброску, рисуйте их как минимум хотя бы пять, если это долгие наброски. Но я советовала бы меньше десяти вообще не рисовать. Один вопрос, если вы едете в метро и каждый день вы рисуете наброски, то есть вы сели в метро, нарисовали парочку набросков, вечером обратно сели, нарисовали парочку набросков, посредине дня на работе, там в школе, неважно где вы находитесь, нарисовали еще несколько набросков. Да, это будет самый лучший вариант. Не надо выделять специально там несколько часов для того, чтобы делать наброски, если это не разговор о студии. Если вы встали рисовать в студии, я имею ввиду, где натурщица вам позирует, то, конечно, это надо выделить два часа, вы разрисуетесь и сами увидите разницу между первым и последним наброском. В жизни наброски лучше делать, между прочим, а не специально выделять вот в этот день я буду рисовать наброски, а все остальные шесть дней, неделю я не буду их рисовать. Рисуйте их по мере возможности, когда вы можете, обязательно их рисуйте, не рисуйте по одному. Чем больше вы успеете их нарисовать, тем лучше, если у вас мало времени, то лучше рисуйте много двух-трехминутных, чем один пятнадцатиминутный. Если у вас сеансы, то лучше двухминутные и потом пять, потом десять, потом пятнадцать минут. Все наброски, которые вы увидите далее, будут троиться рисоваться по тем же самым правилам. Сначала общие массы намечаю более бледными линиями, потом конкретизируя, постепенно утолщая и уточняя линию, где она находится. Не рисуем ни в коем случае реснички и какие-то детали. В наброске этого не должно быть. Должны быть основные массы. Если вы считаете, что вы уже можете перейти к ресничкам, то лучше перейдите к следующему наброску. Ну и в завершении болтологической части этого урока хочу напомнить, что все, кто просмотрел этот урок, любой из моих вебинаров, вы всегда можете прислать мне свои домашние работы, свои наброски по теме вебинара на почту и получить мою консультацию. В данном случае вы рисуете наброски, присылайте, мы будем их обсуждать. Если какие-то были непонятные моменты, также мы все это обсудим, я вам в этом помогу. Ну а на этом я с вами прощаюсь и желаю вам приятного продолжения просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok